Меня зовут Турикон Кико Франсуа Ксавье, я родом из Руанды в России с 1989 года. Я возглавляю Организацию Африканской Диаспоры в Санкт-Петербурге и интересуюсь, конечно, этой темой геноцидов, потому что эта тема, которую наверняка вы все знаете, потрясла весь мир. С совершением последнего геноцида в Руанде, последнего геноцида, который завершил и тысячелетие, и двадцатого года. Вот. И я хочу немножко рассказать об этом. И что касается культурицида, конечно, эта тема очень большая, и она мало освещена, поэтому возможно много вопросов. Я постараюсь коротко, но я в двух словах, буквально говоря, скажу немножко историю, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Значит, исторически Руанда имеет три этнические группы. Первая группа – это группа Туа, которая как бы перенаселила страну впервые. Вторая группа – это Хуто, а третья группа – это Туци. По статистикам считается, что население 1% Туа, 85% – в Хуто и 14% – в Туци. Как и многие страны Африки, за последние столетия Руанда была под управлением королевства, режимом правления королевства до 1959 года, и у нас было рабство. Именно 14% правили всей страной, но это до прихода колонизаторов, большая часть страны не была охвачена. Но центром все равно читалось вот этот участок, где правили 14% представителей этнической группы Туци. Вот, наверное, этим как бы я завершу свое представление. И я просто скажу, что в 1994 году весь мир ужаснулся совершением геноцида в самом сердце Африки. Последний геноцид конца 20 века стал катастрофой кровавой войны, начатой в Руанде 1 октября 1990 года так называемым Руандийским патриотическим фронтом. Под давлением некоторых держав, членов ООН, эта война была представлена общественности как под квалификацией гражданской войны. Отсюда началась фальсификация горьких событий в Руанде. По сути, эта война была межгосударственной, так как на Руанду вернулся на паре военные части соседней Уганды. До сих пор многие члены РПФ, это сокращенно Руандийского патриотического фронта, они сохраняли гражданство Республики Уганды и других стран. Во главе РПФ находились бывшие беженцы из Руанды, которые потеряли власть в результате социальной революции 1959 года. То есть, когда рабство было убрано населением, они получили убежище в соседних с Руандой странах, а также вне африканского континента. Они никогда не пожелали вернуться на родину мирным путем, а начали военные вторжения в первые же годы молодой независимой Руандийской Республики. Их желание всегда было вернуться к власти любой ценой. Война, начатая в конце второго тысячелетия нашей эры, представляет собой позорище для всего человечества, ибо получила поддержку со стороны некоторых членов ООН и продолжает привести к катастрофическим последствиям, особенно для страны центральной части Африки. По разным подсчетам, она уже унесла более 15 миллионов жизней, и в ее ходе уже совершено два геноцида в Руанде и на территории Демократической Республики Конго. Кроме людских потерь, в многочисленных отчетах специалистов ООН говорится о колоссальном материальном ущербе для региона, богатого разнообразными полезноископаемыми. В историческом и культурном контексте мировое сообщество было обмануто, и даже его информированная часть продолжает свое молчание о фальсификации очевидных вещей и об уничтожении нематериального наследия целей народов региона Великих Азер Африки, к которому относится Руанда. Понимаемая мною тема является многобъемной, комплексной и мало освещенной не только русскоязычной публике, но и всему мировому сообществу. Говоря об общей культуре руандистского народа, скажу, что на протяжении веков правившие короли Туци пытались уничтожить его культуру и традиции. Что стоит одно упоминание о том, что тайну окружения королевства веками пытались обдурить народы утверждениями о том, что кто-то родился с различными семенами, как знак власти над остальными. О чем говорит практика, согласно которой половыми органами короли Туци украшали свои барабаны, символизировавшие их власть. Все это и другие практики, идущие в разрезе нравственностей, были прекращены социальной революцией и последующим за ней получением независимости руанды. Однако возобновленная в 1990 году война к возвращению потерянной власти вернулась явными деяниями уничтожения нематериального культурного наследия. Захватив власть в июле 1994 года, РПФ получил открытую возможность к культурациду. Для цели сегодняшней встречи позволите остановиться на несколько примеров для иллюстрации фактов уничтожения нематериального культурного наследия руандистского народа. Я пример привожу по двум группам. Первая группа – это деяния, которые направлены на лишение части населения памяти. Сразу с переходом к власти было переименование на звание местности и страны. РПФ лишили значительной части населения культурной сплоченности и глубокой привязанности к родным местам, переименовывая названия местностей и вынуждая людей переселиться в другие регионы страны. Систематическое лишение людей доступа к их земле, чтобы богатые люди РПФ и иностранцы могли переселиться и строить на ней, что само по себе является геноцидом. Запрет на память о близких. Память о умерших, как и других народов, руандисты тоже имеют культуру и традиции относительно своих родственников, ушедших виноями. Однако захвативший власть в 1994 году РПФ уничтожил эту культуру и традиции. РПФ собрал останки погибших людей и выставил их в памятники геноцида, основной из которых построен в столице Кигари под местностью называемой Гисози. Приезжая в Руанду, представители иностранных государств и туристов посещают этот памятник, это обязательно вот этот памятник, который в столице. Ирландисты, конечно, выступают против того, что останки выставлены на показ гостям. Необходимо отметить, что в Гисози и других памятниках геноцида собраны останки представителей всех этнических групп. Однако права, помните своих, имеют только представители этнической группы туци. Куту не имеют такого права, хотя статистика независимых исследователей показывает, что больше всего убиты именно представители группы Куту. Это во время геноцида 1994 года. Наверняка вы все слышите, что убиты от 800 тысяч до 1 миллиона. Но на самом деле это больше. И доказано то, что представителей группы Куту больше, поскольку в 1991-1992 году были переписи населения под эгидой ООН. И доказано, что группа туци не превышала 600 тысяч. А как понятно, что сейчас везде еще говорят, что 800 тысяч было убито. Значит, не оставалось ни одного. При этом сам режим обнаружили после прихода к власти, что в Руанде находилось где-то около 400 тысяч туци. То есть как бы что-то не совпадает. Но кашунство не ограничивается сказанным. В последние годы РПФ стало выкопать погибших из братских могил и пытается представить их убитыми во время геноцида представителями группы Куту. При этом, если население увидит это, они обычно указывают, что эти люди были убиты солдатами РПФ. То есть это такое, как бы своеобразное оружие. Они сами убили людей. И их выкатывают из общих могил и говорят о том, что их убили те, которые потеряли власть. Еще один пример – это то, что до 2010 года могиля первого временного президента Руанды, Бонимутуа Доминик, находился на стадионе демократии Гитарама. РПФ осквернил его могилу и вынес оттуда его останки. Неизвестно, куда-то их перенесли. Никому это неизвестно, кроме, конечно, представителей этого режима. Это осквернение связано с тем, что это Доминик Бонимутуа является героем социальной революции 1859 года, в результате которого было уже не старое королевство. И то, о чем я говорил, что в стране было рабство. Все это социальная революция как бы перевернула карты, и к власти перешли уже большинство. Ко второй группе – это то, что касается цензуры творческих людей. В Руанде есть цензура на творчество и убийство деятелей культуры. И, как я уже упомянул, геноцид в Руанде, можно сказать, как бомба Киросима. Потому что, если режим ненавидит кого-то, обвиняют его либо в совершении геноцида, либо в идеологии геноцида. В Руанде – это как бы ходящая монета. В этом отношении можно привести два примера. Первый пример – это пример одного артиста, Бикинди Симон, которого как бы обвинили, что он пропагандист геноцида. Его взяли в международный трибунал по Руанде. Пятнадцать лет задержали, но в конечном итоге его оправдали, что его творение ни при чём. Второе – это… Но Бикинди – это представитель хуту, то есть большинство, которые потеряли власть. А недавно была убита молодого артиста Кизито Мехиго, который он сам является… И об этом он скрывал, он говорил, что он туци. Но поскольку он был за примирением народа, и работал над этим, его песни были об этом. Именно из-за этого он был убит. Сначала его взяли в тюрьме, а потом его убили. Значит, другой пример, который бы я сказал, и в конвенции тоже об этом сказано, это перевод людей в другие социальные категории. То есть в Руанде можно сказать, что особенно весь мир знает Руанду как одна из немногих стран, где женщина занимает видное место во власти, но на самом деле не говорят о другом. о том, что в Руанде очень высокий уровень изнасилования маленьких несовершеннолетних девочек, и в основном, конечно, большинство, которые путут, и девочки вынуждены покинуть школу, учебу, поскольку они насильственно могут забеременеть. И, естественно, и рост проституции. Вот эти дети, которые попадают в другую категорию, это тоже относится к уничтожению культурного наследия. Хотя в Руанде была такая культура, вообще в Руанде нельзя было женщинам забеременеть вне брака. Вот эта культура уничтожается. В Руандейскую культуру введено искусство лжи и то, что называется отравление. Ложь, то есть даже по трибунале в Руанде, это тоже факты, которые адвокаты подчеркнули, что когда хотели обвинить людей, руандийское правительство отправляло людей туда с фабрикованными как бы доказательствами. А выходило так, что в иной раз люди не могли узнать тех, кого они приехали в Танзанию, в городе Аруши, обвинить. Это ложь. Отравление... Я вначале говорил, что культурная сплощность руандийского народа. Раньше люди ходили спокойно друг к другу. Люди, как и везде, если кто-то голодный, кушают у кого-то другого, готовили. Мы все ели вместе, без всяких проблем. А сегодня, если человек приглашает другого, если он не очень доверяет его, он ни за что не будет есть его еду, потому что есть такая практика отравления, что, конечно, разобщает людей. Потому что люди не доверяют друг другу. И это искусство альгат, кто-то может подумать, что про него скажут не то. Это одни из некоторых примеров, как можно уничтожить культуру, переименовывая местности. И все, о чем я говорил. То, что люди нельзя захоронять сейчас. У нас в Руанде, в нашей традиции вообще, если человек ушел, надо ему дать покой. Не надо выставить его останки на показы. И другие примеры, о которых я говорил. Я думаю, что тему буду развивать еще, поскольку сегодня и мало времени, и наверняка будут вопросы, я думаю, что лучше я буду отвечать на вопросы. Вопросы.